Хочется досмотреть. Вот просто как зритель, я бы хотела досмотреть этот сериал, чтобы мне дали его досмотреть и понять, как он выведет финал этой драматичной истории. Есть версия, что те, кто хотят затеять проверку, хотят в первую очередь именно этого, побыстрее досмотреть, поскольку они очень увлеклись точно так же. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Номедиа из России, наш привычный подкаст «Смотри в оба» и гостевой эфир, как мы сказали бы раньше, когда работали в эфире. А гостя, которая сегодня к нам пришла, вы, уверена, многие ее хорошо знаете. Я вначале сейчас ее назову, а потом для тех, кто, может быть, случайно не знает, еще продолжу представление. Это Арина Бородина. Здравствуйте, очень рада, Ира. Здравствуйте, здравствуй. Я тоже очень рада. Мы давно планировали такую встречу. Итак, напоминаю, что Арина Бородина много лет работала вначале в «Коммерсанте», потом в «Реановости» до киселевских времен, одновременно на радиостанциях Москвы. Она фиксировала, анализировала, исследовала, сопоставляла зрительские предпочтения на основе рейтингов, которые поставляли телеизмерители. А сейчас она ведет свой телеграм-канал, и на этом телеграм-канале она, опять же, выкладывает разные топы недели по разным позициям. Ну и самое главное, что нас сегодня больше интересует, Арина, как никто, следит за производством показов сериалов. Причем она смотрит многое заранее. Она ездит на фестивали, на разные показы, ей присылают пилоты, ссылки. Поэтому она знает об этом все, что было, что есть, чем сердце, возможно, успокоится. Конечно, мы не можем обойтись сегодня без нашего сегодняшнего просто супер-хита. Шесть эпизодов уже вышло сегодня. То есть, вернее, в день, когда этот выпуск появится перед нашими зрителями, уже появится седьмая серия, это слово «Пацана». Я знаю, что ты его тоже первой серии посмотрела заранее. Помню, что ты его горячо рекомендовала. Первый мой вопрос к тебе такой. Ты могла предвидеть, что на основе этого сериала, по поводу этого сериала, начнется такой невероятный ажиотаж? Не только смотрение, которое во многом, наверное, тоже чем дальше, тем больше провоцируется вот этим вот совершенно посторонним ажиотажем, когда все, кому не лень, принялись кричать, запретить, прекратить, проверить и так далее. Было у тебя предчувствие, что это вызовет некий общественный такой резонанс и скандал? Ну, надо сказать, что даже начиная с мелочей, что сериал трансформировался в своем названии. Вначале он действительно назывался коротко и ёмко слово «Пацана», а потом, уже после первой волны накатов и недовольства со стороны власти, неважно сейчас даже на каком уровне, он стал называться слово «Пацана. Кровь на асфальте», чтобы как-то развести. Его премьера была в сентябре, в начале сентября на фестивале «Новый сезон». Это фестиваль онлайн-кинотеатров, и он заканчивал конкурсную программу. Показывали две первых серии. И зал, он состоял в основном из участников фестиваля. Это профессиональные люди, кто, собственно, занимается киноиндустрией, сериальной индустрией. То есть зрителей обычных очень немного. То есть доступ был по билетам, но практически это в основном участники фестиваля. И реакция зала была такой бурной и эмоциональной. И после премьеры все подходили к режиссёру, к создателям. Они все были, к Жорю Крижовнику, который, он же Андрей Першин. Это его реальное имя и фамилия. Ну, на меня просто настолько оглушил сериал эмоционально, настолько в меня попал, что я понимала, что... Ну, я же не одна жила в то время, и что настолько он достоверен в деталях, что это вызовет самое разное мнение. Ну, то есть масштаб, наверное, я не могла досконально предвидеть, но то, что это будет огромный резонанс, что это сериал-событие, это было, очевидно, прямо после первых серий, без всяких сомнений. Абсолютно. Ну, вот смотри, среди каких-то мнений часто бывают такие. По поводу именно конкретно этого сериала. Я жил в то время, я был свидетелем происходящего. Так не было, такого не было никогда. Да, следующая категория зрителей, всё было гораздо хуже. Я в то время была молода, но... Ну, 87-ю, условно, да, возьмём. И жила в Москве. Поэтому меня вот эта тема не коснулась. Она опосредованная. Я читала в Огоньке. Кстати, мой однокурсник первый писал про эти вот группировки. Дима Лиханов писал в Огоньке. Потом много было про наших люберов и так далее. Ты жила в совсем другом месте. Ты сейчас сама скажешь, где. И, по-моему, тоже написала, что это был фон твоей совсем ранней юности. Вот скажи, именно как человек, как очевидец, да, хотя ты не жила в Татарстане, да. Вот ты воспринимаешь это как обобщённый образ или для тебя это вполне конкретные истории? Ну, это и обобщённый образ, и конкретные истории. Буквально недавно, несколько дней назад, тут я немножко, что называется, отступлю, один мой знакомый, но ближе, скорее, мы чаще общаемся в соцсетях, он на год моложе меня, он как раз его детство прошло в набережных Челнах, он написал настолько достоверную слепок сюжета сериала. Он закончил актёрский факультет, давно живёт в Санкт-Петербурге, занимается просветительской и педагогической деятельностью, у него специальные детские образовательные программы для детей. Он действительно был очень похож на главного героя, вот по описываемой биографии, только что он не стал чушпаном, вот парнем с улицы, он тоже ходил в музыкальную школу, и он досконально описал то, что он пережил, и то, что показано в сериале честно. Я жила в небольшом городе, это вообще космодром Байконур, но город был при космодроме. Я жила там до 92-го года, это абсолютный слепок того, что... Ну, то есть не до таких, может быть, крайностей и каких-то конкретных эпизодов, но у нас все районы города были поделены, были старшие, средние, младшие. Мой старший брат, он у меня на 6 лет старше, был вот в одной из таких группировок. Очень много похожих реалий. Вся музыкальная тема просто, я имею в виду, из той музыки, которая там звучит, это все было также. И отношения, и слова, проработка вообще деталей и достоверности сценариста Андрея Золотарева и Жоры Крыжовникова, на мой взгляд, просто вот на этапе показанных серий, она совершенно уникальна. Когда я увидела эти трубы, эти катки, подвалы, ну вот у нас было так же все. Ну, да я уж до деталей не буду так. Просто говорю, конечно, у всех с поправкой на какие-то вещи, и так же сшибали мелочи, и так же снимали шапки. Ну, все было абсолютно. И здесь нет никакой неромантизации, это скорее фиксация, это иллюстрация. И совершенно нет никаких гарантий, что есть ведь еще, вот ты перечислила теории, которые говорят, что это дети из проблемных семей, где сложные родители. Нет, ну там же герои тоже из разных семей, не обеспеченные семьи, и, можно сказать, советская элита, номенклатура. Родители иногда не властны над тем, что происходит в природе их детей. Вот, и книжки хорошие читают, и вроде бы все внимание друг другу уделяют, но улица сильнее, улица переламывает, улица втягивает, и дети из хороших семей... И заставляет, как мы видим, да? Не заставляет, но переламывает, да. Я это имею в виду, сюда все включает. Но для меня это, сила этого сериала, вот лично для меня, в его достоверности, как я говорю, запрос на честность. И в этом смысле аналогия с «Бригадой» Алексея Сидорова, которая вышла в 2002 году, она здесь тоже прямая, несмотря на поправки по времени. И если ты помнишь, а ты наверняка помнишь, какой был резонанс, когда показывали «Бригаду». И те же темы, влияние на неокрепшие умы, сбивание юных людей в банды по образу и подобию Саши Белого, и вот это все. И тоже был идеологический и политический контекст. Но тут есть разница некоторая, потому что «Бригада» и вся эта группировка, как они там назывались, Саша Белого, они там в большей степени выглядят такими победителями, несмотря на то, что кончается все печально, но там были все равно приметы некоторой красивой жизни, иномарки, девочки и вот это вот все. Но там время другое немножко. Да, поэтому я и говорю, что аналогия может быть, но аналогия только в связи с тем, что все равно это криминал, и тема, которая возникла вот именно опять снова на новом историческом временном метке, влияние искусства как такового, и в первую очередь кино и сериалов, на психику подростков. Почему-то многие охранители считают, что наши подростки обязательно берут за образец и пример для подражания самые ужасные. А в сериале «Слово пацана» нет ничего, что могло бы вызвать, как мне кажется, я, конечно, давно не подросток, хоть какое-то желание быть на них похожим. Разве только вот одно, что стремление совсем юных защититься таким образом и каким-то образом найти свою среду обитания. Дети по-прежнему многие, в общем, сами себе предоставлены, сидят там в телефонах и так далее. Это единственное, что их может привлечь, некое представление извращенное о вот этом пацанском братстве. Нет, ну это, поскольку, во-первых, все разные, у всех разные примеры, у всех, опять же, разные семьи, все живут в разных реалиях, всегда у всех будут свои горизонты. Для кого-то это абсолютно чуждый мир и непонятно вообще, что они показывают. Но я вот, кроме того, что я вспоминаю то, что мы жили как на Байконуре, у нас всё это было, а летом я приезжала к бабушке в Горьковскую область, сейчас Нижегородскую, там точно так же ходили посёлок на посёлок, те же группы, те же драки, и это всё было. И при этом многие уже тоже, естественно, кого-то, к сожалению, такие были очень трагедии сильные, и ранили, и убивали. Ну не тотально, конечно, но это всё случалось. И все эти истории у меня в памяти, и, конечно, это всё всколыхнулось, глядя на каждую новую серию. И некоторые истории настолько звучат буквально, что я повторюсь, это не просто, это не романтизация, это не упивание. Не героизация, тем более. Нет, совсем нет. Ну потом, они же от серии к серии очень меняются характеры героев, и вообще по-хорошему симпатию, вот такое человеческое сострадание, каждый, наверное, для себя отмеряет, вызывают они или нет. Но я повторюсь, то, что сказала, для меня это прежде всего иллюстрация, слепок того, как бывает, как родители не знают иногда, чем живут их дети, что наступает с ними за порогом этой дверью, как ведут себя чиновники, как ведут себя силовые структуры. Это же правда. Ну, в моём понимании это абсолютная правда. Я не знаю, как они вырулят, куда они поведут сюжеты, как они им закончат. Но вот на этапе показанных полных шести серий, мы сейчас с тобой обсуждаем, у меня нет ни малейшего сомнения и недоверия. Более того, и драматургические линии, они страшные, тяжёлые, но, повторюсь, они честные. В моём восприятии, да. И ещё более того, в шестой серии, ту, которую мы с тобой вот посмотрели, последней, да, там, я не знаю, в связи ли с тем, что вот этот хайп поднялся, или так было задумано, появляется совсем уже лобовой публицистический приём, когда на кадрах этих ребят, членов этой конкретной группировки, которую возглавляет Вова Адидас в исполнении Ивана Янковского, дают стоп-кадр, крупное лицо, и дальше короткий титр такой-то, причём, видимо, реальная эта фамилия, зарезан тогда-то, был убит тогда-то, покалечен там в драке и так далее. 24 года срока, один с пытками. Да, я тоже на это обратила внимание, даже сделала скриншоты сегодня с эфира, и даже несколько повесила в Телеграм, мне почему-то казалось, что это не случайно. И мне показалось не случайно. Это как-то даже несколько нарочито, необычно в середине сериала, причём один из героев, один из ключевых, вот «Зима» его прозвище, про него написано, не написано только про Вова Адидаса, то есть нас отсылают к чему, что они все уже их нет, они в 90-е или начало 2000-х в разных городах, там кто-то в Ленинграде, в Москве, но там в Казани, в разных местах, кто-то вообще без вести пропал. Но в общем их нет, то есть ничем хорошим их жизнь не закончилась, она страшный финал у них. Приём нестандартный. Не могу сказать, что он выбивается, но и не выглядит таким традиционным. Традиционным, да? Ну, не для художественного произведения, не законченного. Конечно, и нетрадиционно. Да, да, да. Это могло бы быть действительно в финале. Но я думаю, что, конечно, это отчасти деталь именно на волне такого прессинга, которому подверглись создатели сериала, а прессинг невероятный. От главы Татарстана, президента Мениханова, до разных других депутатов, там Астанина возмущалась. Вот Астанина меня очень порадовала. Да, да, она просила уже там чуть ли не Следственный комитет, Роскомнадзор, Святое дело в их реалиях. Просто хотелось напомнить по поводу Астанина, извини, пожалуйста, да, что эта женщина в описываемые годы работала в системе, по-моему, политпросвещения в каком-то там городе. Конечно, это совсем печально, да, как бы детали её биографии, что в 2010 году или там 2011 родной её сын нанёс 42 ножевых ранения своему партнёру по бизнесу и получила 12,5 лет лишения свободы. Это просто к вопросу о том, чему нас учат семья и школа, а также некоторые представители нынешнего истеблишмента. В этом есть какое-то отдельное лицемерие. Лицемерие. Но я сейчас прошу, чтобы не забыть. Ты видела в первой, где-то первой или второй серии эпизод, когда этих ребят, ну, естественно, практически насильно сгоняют в какой-то там дом культуры или где это происходит, и им показывают... Организовали это комсомольцы хорошие и комната детской милиции. Им показывают хроникальные кадры про группировки с очень таким тревожным голосом, что происходит, откуда в нашей жизни появились слова группировка, бьют, не разбирая, идут улицы на улице и так далее. И нам показывают самих этих ребят, потом показывают как бы им альтернативу отряды хороших парней, которые созданы при Ленинском, по-моему, райкомикам Самула, они со знаменами, в буденах, в каком-то... Но выясняется, что у хороших парней мотивация ровно та же – набить морды плохим парням, да? Но самое любопытное, что это реальная, ты знаешь, да, реальная короткометражка, которую снимала ныне очень известная, вернее, она сценарий писала, очень известный режиссёр-документалист Марина Разбешкина, основатель собственной уже школы документального кино, и там очень любопытно сопоставлять. И вот теперь эти кадры используют и там Саша Сулим в своём выпуске про банду Казани использовала, и вот, как мы видим, Жора Крыжовника в фильме. Ну, просто буквально воссозданы эти вот мизансцены того времени, которые есть в хронике Марина Разбешкиной. Ну, это только говорит, это про иллюстрацию достоверности. Которые исполняют некий ритуальный танец. Ну, вообще, танцы, кстати, вот эти все реалии, опять же, это всё настолько точно. Дискотеки, ритуалы, танцы, шапки, одежда, автобусы. У нас был точно такой же жёлтый городской автобус. Вот в первых двух сериях он играет такой тоже драматический этот эпизод. И я помню, кстати, как гремели эти казанские группировки, как этого боялись. И вот как раз, когда я была у бабушки, Горьковской области, там приезжали летом ребята из как раз тоже из набережных Челнов, и их боялись. Хотя это просто приезжали ребята просто из этого региона. Но за ними шёл шлейф. И я подумала, что Марина на этом этапе жизни, наверное, не могла предположить, что вот таким образом будет использована её работа документальная. Ну да, и тем более, эта работа явно её короткометражка снималась как тоже вот такое воспитательное средство, предостережение. Совершенно верно. Это абсолютная тоже фиксация времени и иллюстрация про достоверность. Ну, тут же можно в ряд чуть-чуть позже, конечно, это вышло. Легко ли быть молодым? Подникся, да, фильм. Позже, конечно. Позже. Я говорю, чуть позже. Но он примерно поднимает эту тему, и проблемы эти поднимают. Хотя я помню, что он тоже вызывал очень много эмоций, и хотелось об этом говорить. Ну, в общем, эта ситуация сложная. И как раз вот этот весь резонанс, который раскручен, и доносы, доносы причём разные, и коллег в том числе, и официальные, и неофициальные. И, как я говорю, на разных этажах идёт это противоборство. Оно считывается в том, как разгоняются некоторые телеграм-каналы, как одни пишут, потом опровергают. И это практически каждый день, что переснимаются финальные серии, что хотят изменить финал. Вчера была фейковая история с Панорамой, которая специализируется на фейковых новостях, о том, что сам Жора Крыжовников уже чуть ли не американскому ЦРУ, якобы... Не по заказу ЦРУ, нет? Нет, нет, что приезжает ЦРУшник, и что именно это он организовывал казанские группировки и так далее. Но это был стёп и фейк, что вот таким может быть финал переснятый. Давай поточним. Значит, по поводу того, что якобы то ли в угоду всем этим охранителям, которые там требуют и очень пристально наверняка будут следить за финалом, да, и, видимо, может быть, хотели бы какого-нибудь хэппи-энда, хотя уже сегодня очевидно, что там нет хэппи-энда и быть не может. Но именно появилось сообщение, что они переснимают восьмую серию прямо на ходу, а потом появилось точно так же опровержение, что они не переснимают восьмую серию, а доснимают материал, который в процессе монтажа показалось им, что его не достает. А то, что этот сериал монтируется прямо под эфир, это тоже известно. То есть они по ходу монтируют и следующий эпизод выкладывают. У меня вот какой вопрос. Смотри, значит, кто-то уже посчитал, что за прошлый год было снято 50 разных сериалов на криминальную тематику. Мне кажется, больше. А может быть и больше. Это я вот не помню, это по телевизору только то, что показали, или на онлайн-платформе. Если во всем объеме, то я думаю, что больше. Наверное, да. Телевизор реально львиную долю времени много лет подряд все каналы уделяют сериалам, фильмам, криминальным программам. И в общем, я не помню такого, чтобы вдруг общественность как-то сильно очень по этому поводу возмутилась. Нет ли у тебя такого ощущения, что это помимо того, что наступление на конкретный сериал, которому теперь вменяют, что он провоцирует агрессию, создаёт атмосферу агрессии, как будто это кино виновата. А кто агрессию создавал в 87-м году, когда не было ни интернета, никаких криминальных, кроме следственной ведут знатоки, ни тиктоков, ничего такого не было. Смотрели Штирлица, откуда они выросли, если говорить о прямом влиянии киноискусства на неокрепшую психику. Но, возвращаясь, нет ли у тебя подозрения, что это идёт такое исподволь, а может, и открытое наступление на те немногие островки, на ту территорию свободы, которые всё равно являются собой, онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы, где до поры до времени было всё равно можно много больше, чем в федеральном, скажем, эфире? Ну, нет, здесь в плане того, что это же не первая ласточка, и даже не вторая, и не третья платформы, в общем, давно всё равно тоже территория несвободы. Ну, может быть, они чуть свободнее. По сравнению, скажем так. По сравнению с телевизионным эфиром, ну, чуть свободнее в выборе тем, даже не, мы не говорим о политике. Тут, кстати, важно сказать, что в титрах, ну, в шапке, да, заставке, теперь уже появился же и канал НТВ, где этот сериал должен появиться весной 24-го года. Я, правда, теперь сомневаюсь. Я более чем сомневаюсь. Там есть своя версия для телеэфира, потому что он, с точки зрения закона, вот как раз, да, он ещё более жёстко регулируется, чем платформы. Больше ограничений безотносительно этого конкретного сериала. И я знаю, что существует монтажная версия отдельная, вот из того, ну, во всяком случае, там, в плане, для показов в телеэфире. Но теперь мне кажется, что это тоже под вопросом, тем более в марте 24-го года, когда намечены теперь, как мы понимаем, уже официально президентские выборы. Не знаю. Но, нет, и на платформах снимались с показа. Это самый первый пример цензуры. Это был сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, когда сняли целую серию после того, как она два дня уже просуществовала в эфире. Потом её с участием Мединского, тогда министра культуры, его и каких-то других чиновников возвращали, дописывали какие-то сцены. Всё это официально не подтверждали. Перенесли показ, по-моему, на несколько месяцев. Его перенесли не так надолго, как они сначала сказали, что в следующем году покажем. И вернули серию шестую и пятую, которую снимали. Но к ней были досняты первые вступительные кадры, поскольку там речь шла о силовых, опять же, акциях расстрелия мирных граждан в больнице, что это были бандформирования. Голос по радио об этом говорит. Хотя это был ОМОН и в масс-халатах всё по сюжету, это были официальные некие структуры. Сериалы лишали прокатных удостоверений. Я знаю сериалы... А зачем сериалу на платформе прокатные удостоверения? Там это не нужно. Нет, в том и дело. Но официально он лишён прокатных удостоверений. Их несколько таких сериалов. Они таким образом не могут на каких-то фестивалях, быть на каких-то мероприятиях показаны, хотя туда это не требуется. Но таким образом их как бы наказывали, что ли. Это такая акция порицания. Ну, я, например, даже знаю примеры, не буду называть конкретно, потому что сериал есть на платформе. То есть вот ты как раз вначале упомянула, мне давали просмотровки смотреть. Финальный вариант серии отличался от того, что я видела на смонтированных просмотровках. Это были исключительно идеологические правки. До смешного. На больших платформах. Есть масса примеров, когда просто не доходил до платформы и до фестиваля. Сериал далеко опять ходить не надо. Вот упомянутый фестиваль в «Роза Хотор» «Новый сезон» не вышел бар «Последний звонок» с платформы «Кион», потому что там со-продюсером, с автором идеи и исполнителем главной роли был Данила Козловский. И афиши были, и в программе фестиваля сериал был. Его просто убрали из-за того, что у Данила антивоенная позиция. А можно не про сериал, пока просто не забыл. На «Кионе» самый анекдотический случай произошел в последний день прошлого года. И в первый день нового года, когда исчез из платформы «Кион» Мультипульти. Это было такое современное прочтение, хотя и дословное. Я имею в виду с современными персонажами, просто детской любимой сказки. И исчезло это тоже по очень простой причине, потому что в роли Карлсона там снимался Иван Урган. И он еще был музыкальным продюсером. Он еще был музыкальным продюсером. И это был тоже прямо скандал. Я помню, как бедные люди ходили по всем возможным ссылкам и пытались найти, у кого там где-то чего-то сохранилось, задержалось, при том, что никаких каких-то там смыслов политических, любых, никто там не вкладывал. Но артисты были, в общем, тоже говорящие. В том же Даниле Козловске тоже там играл. Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Каркадил Гена. Чтобы просто не понимали, а Чебурашко играл Трибунцев за решеткой. Это было очень смешно. Там были разные ассоциации и песни. Но, опять же, ходить не надо. У Киона была премьера сериала про выборы мэра, и там играл главные роли, тоже в одной из главных ролей играл Цыганов. У них была пышная премьера в кинотеатре художественной. И через два дня сериал, или даже, по-моему, на следующий день, должен был выйти на платформе. И он не вышел без объяснения причин. То есть две серии показали. По-моему, «Безбашенный» он назывался. Она там жена мэра, героиня. И я не была на этой премьере, но там ролики, анонсы вовсю шли. Сериал не вышел, и судьба его неизвестна. Таких примеров для платформ... «Слуга народа». Ну, «Слуга народа» это еще из прошлой жизни. Из прошлой относительно. А сериал «Ольга», который все пять сезонов, это хит рейтинговый, телевизионный, что важно. Его удалили с платформы премьеры из-за того, что главную роль играет Яна Троянова. Это вообще поразительная история, повторюсь, потому что этот сериал выходил в пять сезонов. Это еще в другой жизни начиналось. Шестнадцатый год, как я говорю. Это рейтинговый рекордсмен эфира в аудиторию от 14 до 44 лет. И он снят, его нет, его просто убрали после того, как он вышел по телевизору уже в 22-м году, даже не в 22-м, в 23-м году. А сейчас его просто убрали. Его просто нет. Стерли, как я говорю, ластиком, и переписали. И с сайта ТНТ убрали. В этом есть дикая, абсурдная, но логика, да? При этом я, знаешь, еще хочу сказать, что мне понравилось. Недавно была как раз какая-то презентация к очередному юбилею, по-моему, 25-летию ТНТ, и производители, а там выступала Тина Канделаки, она один из руководителей, сейчас ТНТ, ну, собственно, не один, а руководитель ТНТ, и там на экране выводили слайды сериалов лидеров, сериалов популярных у зрителей, и производители сериала эти карточки вешали. И там был сериал «Ольга», который сами же, они в том числе, знают об этом, что его убрали с платформы, его не показывают, но при этом им гордятся. И по-справедливо гордятся-то, но убрали. Вот в этом, во всем, таких примеров очень много. А у тебя есть предположение, вот как это происходит? Я понимаю, как это с телевизором происходит, да? А там свои контролирующие люди, там какие-то отделы, указания, чего можно, чего нельзя. Как это на платформах происходит? Это самое. Я думаю, что это противобурствующие разные силы, несмотря на всё, что происходит, они по-прежнему этому уделяют внимание. Есть зона цифровой ответственности, к коим относятся платформы и онлайн-кинотеатры. И есть зона телевизионного эфира, зона особого внимания, да, потому что она более массовая, потому что бесплатная, там всё-таки это платные платформы. Но за ними также следят. Более того, многие сериалы и вся эта продукция, она же кооперируется с телевидением, это очень смежные истории. И даже вот, опять же, упомянутые мультипульти, это ведь советская популярная сказка. Опять же, я на ней вот выросла, у меня пластинка была. Я помню, мы с мамой в магазине «Мелодия» покупали, и все эти мультипульти «Чудная страна», я всё это помню наизусть. Пластинку не изъяли, нет, случайно? Нет, кто не знает, я уже ничему не удивлюсь. Так вот, реклама же этого проекта «Кион», она же была на всех федеральных телеканалах, что смотрите... Кроме «Урганта» в этой рекламе. Да, безусловно, но даже «Кион» его не показывал. Собственно, с этого и началось. Они повесили постер 31-го числа, и всё, это было как триггер, красная тряпка. Они увидели «Урганта», которого не было уже в эфире «Первого канала», и это взбесило, насколько я знаю, тех, кто принимает такие решения о запретах и цензуре. На «Пятом канале» уже не было про проекта, его уже убрали с платформы, а реклама всё шла, что смотрите, вот там «Нокион» с такого-то числа проект будет в эфире. Как это происходит? Вот так же, я и говорю, происходит. Это сарафанное радио... То есть им посылают, каким-то людям, представим мы это в виде некоего отдела, им присылают также... Управление, да. Да, управление сериалами. Ну, мониторят же пространство. Ну как, они должны мониторить тогда по принципу «Вот уже вышло». Значит, им, наверное, так же должны присылать какие-то пилоты, они должны их отсматривать. Нет, ну понятно, что, к сожалению, система доносов, какими бы они ни были, она процветает, и всё-всё шире и шире, и среди коллег по цеху, к сожалению, и среди людей, которые принимают решения, скажем так. Вот я думаю, как... Ведь на фестивале этот сериал был, да? Вот мы сейчас говорим про «Отель «Последний звонок», вот про Розу Хутор». Везде стояли куб, специальные афиши, он был в программе, за месяц объявлен. Все, кто мог, это видел. Ну, они, наверное, все люди опытные, и согласовали участие этого сериала в конкурсной программе фестиваля. Но были какие-то люди, я полагаю, меня, как говорится, свечку не держало, но могу предположить реалии, которые приехали на этот фестиваль, прилетели, увидели, что он так тоже стоит в программе, что там Козловский есть. На каком основании вы его показываете? И он стремительно, без объяснения, ночью исчез из программы. Я сходила утром на набережную, посмотрела, афиша стоит, но через час ее убрали. Афиши плавают в море. Да, ну, такие тумбы там стояли нарядные, да, ее убрали. Более того, никаких комментариев нет. Также, я думаю, вот с этим сериалом, который убрали после премьеры в художественном. Кто-то пришел, кто-то посмотрел, увидел реалии, ага, тут вот такие артисты, тут у них выборы, тут какой-то мэр, какие-то ассоциации. Сказали, так, убрать. Вот я это вижу так. Иногда есть детали. Потом, сейчас же телеграм-каналы, сейчас же анонсы, сейчас же все об этом пишут. Из каждого утюга реклама идет. И кто-то где-то... Так, давайте обратим на это внимание. Ведь не после первых двух серий начался вот этот наезд на слово пацана, кровь, насоль. Нет, я говорю, хотя, конечно, рекламы очень много. Цифровые платформы, будем так говорить, они тоже, конечно, хотят зарабатывать деньги. Это естественное нормальное желание. И дальше пошло, пошло. Но тут все-таки мне кажется важным еще сказать, что это мощная, талантливая работа, именно режиссерские и с точки зрения драматургии сценарии. И в этом смысле Жора Крыжовников вот на этапе того, что я видел, делает просто невероятную совершенно работу. Мы с ним знакомы, были разные периоды отношений, но как вот его сериал «Звоните, Ди Каприо», который был, его, кстати сказать, очень сильный сериал, потрясающий сериал. Потрясающий сериал. Да, вот как раз недавно у меня воспоминания тут выскочили. В это же время шел он в декабре, несколько лет назад. И его, слава богу, кстати, не запретили к показу. И он есть на платформе, хотя ничему не удивлюсь. Но здесь он себя просто, мне кажется, еще на одну ступеньку превзошел. Но я осторожно сейчас буду говорить, потому что я не знаю, чем сериал кончится. А это очень важно, потому что умение собрать концы и выстроить финал у такого мощного высказывания... Ну, понятно. Это очень важно. И, как я сказала, с высоты падать больно, но хочется досмотреть. Вот я просто за то, что мне просто по-зрительски, я сейчас здесь не как эксперт или насмотренный зритель и так далее, вот просто как зритель я бы хотела досмотреть этот сериал, чтобы мне дали его досмотреть и понять, как он выведет финал этой драматичной истории. Есть версия, что те, кто хотят затеять проверку, хотят в первую очередь именно этого побыстрее досмотреть, поскольку они очень увлеклись точно так же. У меня, знаешь, возникло подозрение в связи с разговором про то, как это допускается, снимается. Было такое высказывание, не высказывание, а выражение еще с советских времен искусствоведов в штатском. Так вот, у меня возникло... Они те самые. Да, но у меня возникло подозрение, что это не фигуры речи, что действительно есть какие-то искусствоведы в штатском, которые безошибочно в первую очередь метят в самое интересное, честное, талантливое. Да, ну, помимо того, что они находят там какие-то несвойственные самому произведению смыслы, или там, это самый очевидный случай, да, когда целый фильм, целый сериал вычеркивается из-за того, что там снялся какой-то неугодный артист. Тут, к сожалению, вот есть какие-то важные, мне кажется, вещи. Конечно, с одной стороны, платформа могли бы выложить две оставшиеся серии, да хоть сегодня. Так он еще их не смонтировал. В том и дело, что здесь есть сложности. Вот это первый случай. Наверное, за очень долгое время, я даже написала об этом, как есть, никаких нет преференций. Вот четвертую еще серию мне прислали чуть заранее, а потом уже нет. И я даже не прошу и не спрашиваю, потому что я вижу, что он идет с колес. Не факт, что он не смонтирован, у нас нет этому подтверждений. Ну да, так говорят. Но насколько это так, я этого не знаю. Ну и могу и не узнать, а может быть, узнать когда-то потом. Я тебе скажу, мой знакомый посредник, я не знаю самого Жора Крыжовникова, но он тоже был причастен к одному очень громкому сериалу, который был показан. И когда-то, когда его показывали, он мне прислал полную ссылку, я имела возможность посмотреть с первой до последней серии. И в этот раз я через него решила действовать и попросила, если это возможно, чтобы мне группа Жора Крыжовникова прислали также полную ссылку на весь сериал. И он мне отписал, что Жора Крыжовникова сказал, что он вам бы ее точно дал, но проблема в том, что он это монтирует с колес. Нет, это правда. Так же мне и сказали. И там пятую серию можно было посмотреть, условно говоря, там, где они ее монтируют. Но здесь уже мы не будем угадать, потому что могут быть разные обстоятельства. Это действительно может быть и перемонтаж, и что-то на ходу меняется. Но я к тому, что никто ничего не предлагает и даже спрашивать бесполезно. Но если бы хотели, наверное, могли бы показать. Другой вопрос, что если его вдруг, не хочется быть, конечно, пророком в таких плохих новостей, каким-то образом запретят, то это не тот случай, когда его могут выложить в сеть. Сейчас такие времена, где очень много санкций и много запретов, и они тяжелые. И, знаете, таких настоящих буйных мало, да, но при этом люди все равно думают о собственной безопасности и варианты разные. Вот это же тоже был не секрет. После первых серий, все-таки когда только волна началась, съемочная группа, причем ведь важно, что институт Ирии, это институт интернета, который создан при непосредственном участии администрации президента, ну, части людей, работающих в администрации президента, Кириенко это все там курирует, и что Жора Крыжовников, Федор Бондарчук, один из главных продюсеров, в общем, курирует непосредственно как продюсер этот сериал, и Алексей Гориславский, который руководит Ирии, они летали к Миниханову в Казань. И вроде бы все поговорили, есть фотографии, они сидят все вместе за столом, там есть разные чиновники, представители МВД и администрации президента Тарстана. Но как мы понимаем, что спустя несколько серий ничего не помешало Миниханову сделать такие резкие заявления, что он будет обращаться в федеральный центр. Поэтому все может быть, и если будет запрет, то мы просто не увидим сериала. Вот это жалко, и вот это ужасно будет жалко, и очень печально. Но я надеюсь, что все-таки этот сериал выйдет до конца года. 21 декабря должна быть заключительная серия. И, безусловно, это событие. Но еще хочу сказать, что так вот совпало в ноябре, совершенно случайное, в воскресенье попало, я часто смотрю фоном, у меня идет канал «Золотая коллекция», Мосфильма, и показывали, но он стоп, в воскресенье сериал «Бригада». Все 15, по-моему, серий, если я не ошибаюсь, он шел до полуночи. Я посмотрела, наверное, серии 5 исключительных, я не могла оторваться. Я поняла, что я впервые за 20 лет так его подробно пересматриваю, и что некоторые серии звучат по-прежнему сильно. И я подумала, надо же, как интересно перекликаются события, что уже идет слово «Пацана кровь на асфальте», и вот тут же «Бригада», и я никогда не забуду, как на НТВ, конкурирующем канале с Россией, где шла «Бригада», Савик Шустер, уже все, как говорится, в другой жизни, в позатой жизни, в программе «Свобода слова», какой был резонанс дискуссии и обсуждения, как можно показывать такие сериалы, куда мы движемся, и можно ли вообще это говорить. И вот сейчас почти все то же самое, только это про 80-е. Только невозможно обсуждать. Обсуждение в федеральном эфире. Хотя я прочитала, что на Первом канале вот-вот вернется формат закрытого показа, который будет неувидаемый гордон, вечно молодой. Правда, дату они не назвали конкретно. А, по-моему, было это. Но неважно. Короче говоря... Ну, уже редакторы даже зовут гостей, я видела сообщения. Да, и ты вспомни, что обсуждали. Все умрут, а я останусь. Груз 200. Груз 200. Груз 200 балабан. Какие были рейтинги у этой дискуссии, сумасшедшие. Более чем, если говорить, да, о спорности. Изображая жертву, начинали. А потом я вспоминаю, например, и он схож по происхождению во многом. Скандал и общественный вот этот тоже хайп, который в слово тогда не употребляли по поводу сериала «Школа» Валерия Гай Германики. Так переносили показ на ночь, если ты помнишь. Он же шел в 6 вечера, возмущались, школы, министр образования. Его перенесли на 23.30, убрали из такого предпрайма вечернего. Дискуссия была чрезвычайная. Причем, как ты помнишь, Первый канал тогда первый раз организовал показ и в эфире, и вслед за тем серия выкладывалась на их сайте. Это вообще ноу-хау было. И там возник вообще клуб поклонников или противников школы, обсуждалось и так далее. Но все возражения шли ровно по схеме, которые сегодня идут в связи с показом слова «пацана». Это ничего нового здесь нет. Очернение школы как таковой, такой школы быть не может. очернение светлого образа педагога, клевета, учеников таких быть не может. То есть люди, которые сами вовлечены в те или иные вот эти вот, как это назвать, институции, они видят себя совсем другими и не хотят видеть такими, какими их показывают, притом очень явно приближенными к реальности. А вот здесь, мне кажется, еще сработал вот какой важный фактор. Люди, которые сегодня выступают против этого, возможно, они тоже давали слово «пацана» или еще хуже были сами этими «чушпан», как он называется. «Пацан» и «чушпан». А дальше произошло следующее, когда они уже выросли, от этого освободились, от членства в этих группировках, и дальше у них были потом 90-е, возможно, они же были членами бригады и так далее, а потом все более или менее социализировались, строились, им так сегодня, судя по даже героям Разбежкиной, лет 50, кому-то больше, плюс-минус, и они узнают себя, и свое прошлое они заранее своим детям, в официальных легендах, они мифологизировали, может быть, героизировали, а может быть, просто хотят про это забыть, или эту же пацанскую этику они как раз пронесли через всю жизнь, и даже работая в самых каких-то высоких кровоструктурах, они все равно пользуются этими оборотами, они ровно так же выстраивают отношения, но только, может быть, не бьют в нос кастетом. И поэтому вот это узнавание, оно и становится триггером для возбуждения якобы общественного негодования и приписывания того, чего быть не может. Что атмосфера агрессии в нашем современном обществе, она появилась благодаря слову пацана? Да нет, конечно, но это как раз очень удобно, вот ровно о чем ты сейчас сказала про агрессию, всегда очень удобно на кого-то списать. Мне кажется, что как раз удобно сказать, вот вам показывают такие сериалы, вот это все отсюда. Вот стрельба в Брянской гимназии, девочка 14 лет приходит с оружием. Насмотрелась и пошла. Насмотрелась и пошла. Вот, значит, иркутские подростки пародируют, насмотрелись сериала и хотят это перенести в свою реальную жизнь. Бывает так, бывает, но это не следствие просмотра сериала по телевизору. Это целая система, дом, школа, родители, внутренний мир, какой ребенок, какой у него характер. Но списать, найти крайнего вот этой агрессии и выливающегося вранья, подмены понятий, вот этого лицемерия, лицемерия особенного. Это очень удобно списать на сериал, на художественные произведения. Это они влияют. Если глава Госдумы Володин говорит, что должны уроки в школе, дети должны быть трудолюбивы, уметь поднимать молоток, делать табуретки и варить борщи, это совершенно не означает, что если они этого не умеют, то они не трудолюбивы. Это тоже какая-то подмена понятий и лицемерия. Так и здесь. Это мы спишем вот на влияние, значит, медиа. Журналисты, создатели, режиссеры, они плохо влияют на наше подрастающее поколение. Я согласна с тем, что действительно сериал требует вообще большой эмоциональной вовлеченности. Я, например, после каждой серии, ну, в силу своих каких-то эмоциональных восприятий, памяти своей, я не могу долго отойти. Настолько, повторюсь, достоверно и сильно, мне кажется, снято. Здесь нет никакого пережима. Но это одновременно делает мишенью этот сериал вот для чиновников уровня Астанины, о котором мы уже сегодня говорили. Просто в собственном лицемерии и в собственном бессилии каких-то двойных стандартах никто же не признается. А найти крайнего лица сериала это очень удобно. И я всегда это люблю подчеркивать, в любой крупной истории, в любом крупном конфликте, вот каких-то крупных резонансах, будь то политика, идеологии и все иные события. Всегда есть что-то личное, личное отношение. Вот я только что и упомянула, скорее всего. Да, личная зависть к успеху, в том числе к коллег, это тоже очень важно. Есть те, кто подстрекает, есть те, кто накручивает, добавляет масла в огонь. И я просто знаю, что есть эта часть вот этих вот, скажем так, посылов и в истории вокруг судьбы сериала слово пацана кровь на асфальте. Это никто не отменял. Поэтому, ну как вот это может быть? Так же, как не отменяли абсолютного постулата запретный плод сладок. И все, что они делают, их действие рождает моментальное противодействие. Противодействие, противоходное. И поэтому такой абсолютно невероятный вал зрительский пришел. Я читала разные подсчеты, сколько уже было просмотров, это какое-то там место, чуть ли уже они не игру престолов по просмотрам. Ну да, там есть такие тоже подсчеты. есть подсчеты, да, такие тоже своеобразные рейтинги. Значит, слово пацана мы оставляем вот в этом промежуточном состоянии. Мы очень надеемся, что он дойдет до своего закономерного финала, я имею в виду в киноварианте, а не каком-нибудь ином насильственном, да. Будем надеяться, что это все как-то уляжется и успокоится, но я уверена, наши зрители очень хотят знать, а что им предстоит. Мы находимся сейчас в ситуации, когда у нас год заканчивается, когда явно уже есть планы и у платформ, и уже почти на подходе сериала, и я знаю, что ты за этим тоже следишь. Самое интересное, самое громкое, на твой взгляд, что если все будет у нас более или менее, тем не менее, появится в самом обозримом будущем. Я, наверное, разочарую сейчас, к сожалению, и себя, и, возможно, наших зрителей, потому что в копилке платформ действительно много разных проектов, которые бесконечно заканчиваются фразой, что премьеры состоятся в 2024 году. Но из того, что я просто про сериалы говорю, вот даже те, что были на фестивале в сентябре, они практически все вышли, основные, вот два сериала, которых я очень ждала, это, собственно, сериал Жора Крыжовникова, еще параллельно, пользуясь случаем, хочу сказать, что заканчивается тоже сериал Цикады, Евгения Стычкина на платформе Кинопоиск, и он, кстати, по теме тоже очень пересекается, но, правда, это про современных старшеклассников, где тоже все заканчивается трагедией. Я его смотрю параллельно вместе со словом пацана и тоже очень переживаю, там уже одна серия осталась в развязке, восемь серий. Я думаю, что из того, что вот я жду, это не сериал, а фильм, он будет в январе, это «Мастер и Маргарита», которую снял режиссер Михаил Акшин, она будет с 25 января в прокате, и он необычно скроен, нестандартно, то есть по мотивам романа, разумеется, все линии там сохранены, но есть и необычные переходы. Но это все равно экранизация или все-таки это отдельные мотивы? Там есть отдельные мотивы, потому что использованы дневники Булгакова, там разная Москва сконструирована, я видела, вот нам показывали тоже на одном из фестивалей 10 минут первого фильма, и я читала там первый вариант сценария, но он сильно изменился. Он же назывался первоначально «Воланд», а потом все-таки, я думаю, продюсеры с точки зрения маркетинга и сюжета, все-таки в классику вернулись и назвали экранизация «Будет мастер Маргарита». Сегодня как раз вышел новый трейлер. Основа там в основном вся там, мне очень интересно, и премьера, наверное, будет чуть раньше, а прокат с 25 января. А, то есть он для проката, он не для платформ. Нет, это большая премьера, очень большая. Для кинопроката именно. Это фильм. Там никто не снял случайно из тех, кто потом себя запятнал? Нет, там проблема есть другая, но не будем накликать, так сказать, чёрные тучи. Но актёр... В главных ролях мастера играет Евгений Цыганов, а Маргариту играет его жена Юлия Снегирь, то есть такой вот двойной... Семейный подряд. Да, семейный подряд. Там очень много популярных актёров играет, естественно, без кота-бегемота тоже не обходится. Живого? Да, и там зарубежные артисты играют, и Воланда в том числе, австрийский актёр играет. Его, кстати, озвучивает этот интеллект искусственный, озвучка на русский происходит с его помощью. Нет, ну вот из того, что даже я 10 минут первое видела, он, конечно, очень впечатляет. Поэтому я его жду, и мне кажется, это действительно может быть событием. Не знаю, как они опять же там вырулят, как будут снимать, потому что там были даже допросы героя на Лубянке в романе этого нет дословно, но, в общем, такие-то вот там в отрывках и в трейлерах это было. Не знаю, как это будет на самом деле. Вот, очень большое количество мелодрам, очень количество большое ретро-сюжетов про 90-е. Юрий Быков снимает сериал «Лихие». Ну вот если мы говорим про сериал, сейчас идут съёмки в Карелии, на Дальнем Востоке, тоже это 90-е годы. Давай напомню, что Юрий Быков, он снимал фильмы «Дурак» и «Майор», и потом очень спорные сериал «Спящие», от которого, по-моему, в котором он отказался в своё имя ставить. Ну, там сложная у него была психологическая история, он после него как раз перестал вроде бы снимать, потом вернулся, потом он ещё как актёр снимался, он, кстати, очень симпатичный актёр, на мой взгляд. И вот сейчас он как режиссёр, это, по-моему, первая его работа после долгой паузы для платформы ОКО, вот он снимает этот сериал «Лихие». Это то, что сходу... «Лихие 90-е»? Нет, просто «Лихие». А сюжет, да, из 90-х, безусловно. Там, ну, судя по тем съёмкам и по кадрам, так всё выглядит очень интересно. Вот. Есть сериалы, которые продолжаются бесконечно, есть какие-то комедийные истории. Из того, что было заявлено, по-моему, все, многие... Кстати сказать, вот на НТВ весной они анонсируют, там ещё один есть сериал, абсолютно тоже, он снят про 80-е в Казани, про казанские группировки. Шамиль Диатуллин снял «Город Брежнев» называется этот. Да, и книга вышла до этого. Вот это его книга, она большая, вот сейчас я была на фестивале читка экранизации. Я подумала, тоже весной 24-го года заявлен, как и слово «Пацана кровь на асфальте». Абсолютно, ну, чуть-чуть там детали другие, потому что, естественно, другой автор, другая съёмочная группа, но называется «Город Брежнев». Брежнев – это вот, собственно, набережные Челны до 84-го, что ли, фашистов, это не наши дети, это всё фашисты, только влияние, там, значит, в 80-х годах она выступает. Ну, я про нарезку, про эпизоды говорю. Вот тоже он на НТВ должен быть, не на платформе. Тоже с сценами массовыми. Абсолютно. Там берутся дети, стенка, те же костюмы спортивные, ну, вот, в смысле, те же, что тот же антураж. Ну, они убрали много линий, потому что роман очень толстый, там 700 страниц, а сериале 8 серий, если я не ошибаюсь. Это из того, что я, кстати, для себя отметила. Ну, есть какие-то вещи проходные, мыльные. Я думаю, что просто по мере того, что приближается, я иногда об этом пишу. Ну, просто это настолько большой поток. Очень многозначительно прозвучало по мере того, что приближается. Да, но просто сейчас... Планы могут скорректированы быть. Абсолютно. И я думаю, что даже то, что написано, премьера состоится тогда-то, совершенно этого не гарантирует. Мы сейчас это наблюдаем. Но из таких заявок, вот, пожалуй, что я подытожить, если вот таких событий... Потому что про сериал Журы Крыжовникова говорили с придыханием еще на этапе его предпремьеры, что называется. А таких проектов вот я не слышала, я бы сейчас сходу сказала. Из того, что вот действительно громко и все как-то в ожидании, это фильм, полный метр, это мастер Маргарита. Это очень интересно, как это может быть. Потому что может быть и удачно, и неудачно. Ну, просто чтобы справедливости ради, давай вспомним в этом году наиболее заметные, кроме слова, пацана и цикады, да, хотя цикады я еще не видела. Это, конечно, сериал Фишер, потому что он тоже прозвучал, он не был показан по телевизору и вряд ли дойдет. Но его, собственно, не заявляли, как возможный вариант для телепоказа, хотя я не исключаю. Но тоже ретро и тоже основан на реальных событиях, абсолютно реальных. Ну, просто по стилистике намного более жесткий, я бы сказала. Жесткий, жестокий. Частично, не скажу слишком, там все органично, натуралистичный. Поэтому, мне кажется, он до телевизора вряд ли может дойти. Ну, иногда, просто иногда сериал Чики, который, на мой взгляд, это было там два года назад, тоже я не представляла, что его покажут по телевизору, тем не менее, в майские праздники он даже шел на СТС. Ну, в ночном эфире, правда, но тем не менее. Поэтому я не знаю... Чики тоже теперь к запрету. Там Варвара Шмыкова снималась. Ну, там сейчас много что, и темы, и табу, и законы. Все, что угодно могут накопать, если захотят. Да, ну, придраться можно к чему угодно. Сериалов в этом году разно-жанровых. Достаточное количество. Сейчас вот наверняка будут все итоги подводить, какие сериалы хороши, какие нет. Ну, понятно, что Жор Крыжовников со своим сериалом с большим отрывом. Но на Цикады я бы тоже обратила внимание. У меня просто свой, как говорится, список всегда. Это не обязательно психологические какие-то драмы. Хороший сериал «Бэби Тур», который тоже, кстати сказать, пострадал. Он назывался изначально «Американки», а потом его переименовали, потому что сценарий писал, опять же, Василий Сигарев, который тоже, в общем, с чьей-то точки зрения не самый, наверное, считается благонадежный, хотя человек, он абсолютно талантливый, сценарист и режиссер, бывший муж Яна Троянова. Но он вышел в 7 серий. Это хороший сериал, который показали. Ну, точно он, наверное, не выйдет в телеэфире, хотя, кто знает, всё так быстро меняется. И в ту... А в другую сторону всё больше. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы вместе все и наши зрители тоже пожелаем всё-таки успеха сериалу. Успеха, я имею в виду, в прохождении последнего этапа своего, к зрителю. Пожелаем успеха Жори Крыжовникову, его команде и сериалу «Слово пацана». Я очень хотела с тобой ещё поговорить о том, что всегда интересует зрителей, о рейтингах, но сегодня мы ограничимся одной темой и застолбим эту тему на нашу будущую встречу. напоминаю нашим дорогим зрителям, что это был канал «Номедиа» из России. Это были Арина Бородина и Ирина Петровская. Ещё раз настоятельно вам советую подписываться на наш канал, ставить нам лайки, рассказывать о нас всем своим близким и знакомым. И вот ещё что я вам хочу показать. Это абсолютно раритетный и уникальный журнал, который издают наши коллеги здесь же в «Новой газете» журнал «Горби». Вышел уже номер третий, они все номерные, потому что их даже не тираж, а количество ограничены в силу предложенных, навязанных нам обстоятельств, и его ещё можно купить. Поэтому, пожалуйста, звоните к нам, и вы станете счастливым обладателем раритета. Спасибо вам огромное и, надеюсь, до скорой встречи. Всего доброго.